Проармянская организация, называемая Лазаревский клуб, выступила с заявлением об искажении усилий по мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Как следует из заявления, в этой сомнительной армяно-российской тусовке, очень недовольны критикой из Баку в адрес армянского лоббиста в Госдуме Константина Затулина, который принял недавно участие в незаконном мероприятии на оккупированных территориях Азербайджана и делавшего там провокационные заявления. Клуб обвинил азербайджанскую сторону в передергивании слов Затулина, который, якобы, не хотел сказать ничего плохого. А что сказал на это российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов? Прежде всего, подобное заявление так называемого Лазаревского клуба в защиту депутата Госдумы Константина Затулина, говорит о правильном дипломатическом и информационном отпоре, который дал Азербайджан, на его выступление на мероприятии под названием Форум друзей Карабаха в Ханкенде. Критика подобного выступления прозвучала из уст представителя МИД Марии Захаровой, которая четко дала понять, что все, о чем говорит Затулин, относительно принадлежности Нагорного Карабаха и действий российской стороны в этом вопросе, является его сугубо личным мнением и не отражает официальную позицию Москвы. Кремль строго придерживается международных договоров с Азербайджаном и фактически не поддерживает подобные выступления на оккупированных территориях. Ответ Захарова явился, на мой взгляд, ударом для друзей Карабаха, которые теперь бросились на защиту своего единственного лоббиста в Госдуме. Думаю, у Затулина возникнут проблемы при переизбрании в следующий состав Госдумы. Вряд ли у армянской диаспоры появится еще более представительный депутат, чем тот, который сейчас реально теряет политический вес. В принципе, и сам Лазаревский клуб как лоббистская организация теряет свое влияние, и у россиян открываются глаза на то, что происходит в отношениях между Ереваном и Москвой. Прежде всего, появляется понимание того, что долгие годы в России армянские лоббисты врали о враждебности Азербайджана к России. Соответственно, хочу отметить, что в настоящее время увеличивается разрыв между армянским шаблоном, сформированным вокруг Карабахского конфликта, и его восприятием в России. Думаю, это поспособствует ускоренному и правовому возврату оккупированных территорий. Внятный и недвусмысленный ответ на этот вопрос дал непосредственный начальник Затулина, глава Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Это личная позиция, личная точка зрения Константина Затулина, которую государство, Государственная Дума совершенно точно не разделяет, то есть это не государственная позиция. Я как глава стараюсь всем членам нашего комитета привить мысль, что их задача – привносить дружбу и согласие между странами, входящими в СНГ, а не вносить разноголосицу, с одними странами наводить мосты, а с другими ссориться.